Основная наша тема – это церковь христианства в эпоху, так сказать, конфликтов. С одной стороны, мы живем именно в это время, здесь и сейчас, поэтому нам кажется, что то, что происходит, это вот то самое пришествие Иисуса Христа уже почти, тот самый конец света. С другой стороны, если смотреть на историю, то мы увидим, что, как я вот сказал, что за 2000 лет человечество прогрессирует технически очень быстро, но морально ничего не поменялось. Скорее всего, даже не за 2000 лет, а с времен Кайна-Ябеля ничего не меняется, там вся та же самая динамика. Поэтому в каком-то смысле реальность войны, она, так сказать, имманетна вообще нашему миру. И очень странно в каком-то смысле, что нам казалось, что это уже, так сказать, далеко от прошлого, что это никогда не повторится, и мы никак не подготовлены психологически, духовно, эмоционально к этому, так сказать, к этой реальности. Вот, то есть вот прошло там месяц, грубо говоря, и вот только начинаем выползать и осмыслять, что, как и как христиане должны себя вести. И здесь анализируя как раз поведение христианское, как с той, так и с другой стороны, да, то есть как бы видна вот эта общая динамика, она показывает о том, что люди, ну, то есть страсти всех преодолевают, да. Политические страсти, ну, не только политические, это отношение, конечно, к злу, греху, слишком эмоциональное, тоже страстное, да, то есть в каком-то смысле, то есть человек, который слишком относится к греху, так сказать, эмоционально, он показывает в том числе и в том, что он не нашел внутри тоже мир, то есть он что, так сказать, считал, что он уже в Царстве Божьем живет, почему это его, так сказать, слишком чересчур удивляет, да, то есть как бы мы живем в греховном мире, и христианин, в принципе, должен иметь рациональное отношение, то есть как бы иметь свою позицию христианскую, да, но при этом уметь также и свои эмоции, как-то сказать, контролировать, вот. Это прежде всего можно наблюдать как раз со стороны поведения вне России, среди христиан, баптистов, в том же самое, на Украине, вот, при всей трагедии, да, грубо говоря, но вот очень часто я смотрю, что слишком, так сказать, эмоционально, и люди просто в этих эмоциях, они не видят, не видят людей вокруг, да, грубо говоря, то есть они не отличают, что вот этот человек, он может отличаться от этого, этот может, так сказать, также быть другой формацией, вот. То есть вот эти эмоции, они всех захлебывают, а захлебывают, мне кажется, из-за того, что нету общих принятых каких-то норм и отношений вот к этой новой реальности, вот. И в данном контексте я считаю, что нужно как раз вот это отношение разрабатывать, вырабатывать, или, вернее, оно наверняка уже выработано, просто к нему вернуться, да, и посмотреть, вот. Вот. Я, как представитель староверов, да, мог бы в двух словах, примерно, так сказать, обозначить позицию историческую, не нынешнюю, я знаю, о чем вы хотите сказать, вот, не нынешнюю, но историческую, как сказать, староверие. Ну, староверие, то есть, что такое староверие, да, староверие, это, как бы, вот, традиция, можно сказать, Святой Руси, ну, предполагается, ну, до, там, 16 века, там, времена Годуновых, там, Монгольск и так далее. То есть и смысл, то есть как церковь вела себя вот в те времена, да, то есть и, в принципе, на самом деле, если смотреть на войну, то кладезь, так сказать, исследования, это как раз те, в каком смысле, я вам потом покажу, да, то есть есть, вот, допустим, лицевой лифтописный свод, который мы тоже его оцифровали, издали, то есть это учебник Ивана Грозного, вот, по, ну, трем наукам, да, библейская история, общая история и, и библейская, общая, что там, третья, не важно, не важно, библейская, общая и российская, русская, вот, то есть она в таком, как сказать, формате именно летописи, то есть что такое летопись, да, это вот, там, в 1242 году, ну, тогда имелось, там, 574-е какое-нибудь оснотворение мира, там, 5 сентября князь, там, Смоленский, не Смоленский, Владимирский пошел, сжег Киев, оттуда пошел он сжег этого, другой город, вот, всех поубивал, вернулся, поставил свечку, помолился, и все хорошо. Вот, через три месяца киевский князь приходит, рядом город сжигает, всех там убивает, то есть, если почитать, то есть это каждый год примерно 3-4 просто, не просто мордобоя, а на уничтожение, то есть сжег, изнасиловал, убил и все. То есть в этом смысле кланясь как раз для исследования ситуации, да, и смотришь, а почему, то есть, а вот, а церковь, что там было с церковью, да, в эти времена. И почему, для меня всегда был вопрос, что вопрос расколов ересей, если посмотреть, да, то это вообще он не стоял, никогда не фигурировал как раз в Древней Руси. Расколы... Там их просто нету, это реальности, то есть они вообще как бы не показывают, что какие-то ереси были, расколы, то есть у меня вопрос, а как так, то есть как люди умудрялись, и когда вообще появились эти расколы, как бы ереса, и на чем они базили. То есть, и здесь даже не исследование, а просто, так сказать, чтение приводит к одной, так сказать, к одному заключению, да, что церковь, позиция церкви всегда была, абстрагируясь, при этом критикуя всегда грех. То есть критикуя своего князя, критикуя чужого, никогда не говоря о том, что, грубо говоря, вот ты туда-то пошел, ты... Нет, здесь все, нет, совершенно верно. То есть просто стандарты Евангелия, они как бы были реально универсальны. Сейчас мы их не видим универсальными, сейчас они манипулятивны. То есть сейчас человек, он просто тебя начинает, вот как бы, а вот мы правы, а вот Христос говорит за други своя, а вот здесь он как бы защитит. То есть Евангелие, оно начинает, так сказать, использоваться политическими силами. А в те времена Евангелие стояло над, и реально как бы люди, то есть архиереи тогда называли, да, или священники, они реально говорили как есть, не боясь, что им кто-то что-то скажет. То есть они просто, грубо говоря, как психолог в каком-то смысле. То есть ты приходишь с проблемой, он тебе говорит как есть, да, ему не нужно, тебе нравится. Так же? То есть ему не нужно там как-то пытаться, чтобы там ты на него не обиделся. То есть если ты пришел, он тебе говорит как есть. Вот. И в той ситуации священники, они выступали вот такими, как сказать, гарантами христианского учения, не боясь. И в итоге, что из-за того, что они ни с кем не ассоциировались, не было никаких разделений, потому что, то есть как бы, это оставалось универсальной силой. В те времена, когда начались те или другие епископы, священники, ассоциироваться и поддерживать того или иного князя, сразу же началось, так сказать, распадаться на ереси, секты. Ну как все, что мы наблюдаем сейчас, да, вот как бы вы ссылку сделали, да, там, когда православные батюшки говорили, что на Украине нет христиан, там только фашисты, поэтому они не христиан, что? Три зубика у них не такой. Нет, просто, когда шлам нет христиан, то я говорю, батюшки, батюшки, да. То есть, нет, а эти вот механизмы, при этом это ничего нового, я хочу сказать, что это ничего нового, это как бы, это механизмы как раз обслуживания, то есть как бы той или иной политического, ну как сказать, даже не строя, а того или иного князя при помощи, так сказать, религиозных. Вот, но дело в том, что на самом деле Русь в этом смысле, это было уникальное место, потому что на самом деле, как ни странно, такая реальность в это время была только на Руси, что священники, епископы, они были над вообще любой, даже не то, что над битвой, то есть они реально просто говорили, рассказывали про Евангелие, как оно есть, да. Если мы посмотрим, что в это время творилось, так сказать, в той же Византии, и, допустим, на Западе, разделение, почему-то произошло именно из-за этого, что священники, церковь, она начала становиться на, так сказать, на сторону того или иного, так сказать, политика, правителя, и, соответственно, начал обслуживать, и совершенно получалось, так сказать, рождение новой идеологии, да, то есть эти становились католиками-еретиками, те католики-еретики говорили, что а вы вообще скезматики, так сказать, раскольники, и так появились, ну, прежде всего, главный раскол, да, в XI веке между Византией, православными и католиками, и последующие, да, вот, если, как ни странно, как ни странно, но на Западе, в этом смысле, то есть вот как раз Русь, она и была более продвинута, на Западе были те же самые тенденции, когда чей правитель, да и религия, ну, известно, да, и отсюда началась вся эта протестантизия делиться, то есть как бы я с этим все, то есть мораль очень простая, как только христианство, церковь начинает обслуживать ту или иную систему, да, большую, маленькую, маленького чиновника, сразу же происходит разделение между христианами, да, то есть это закономерно, поэтому и даже не важно, на чьей ты стороне стоишь, на стороне правды или на стороне истины, или неправды, да. Есть такое выражение, что правды много, а истина нет. Да, здесь, знаешь, как священник, то есть священник, он не может, грубо говоря, к нему приходят на исповедь праведник и грешник, он не может сказать, вот я за праведника, а ты, грешник, вали, понимаешь, да, то есть вот священник, он как бы для всех, Евангелие для всех, то есть оно не то, что, оно не меняется в плане, то есть она никогда не скажет, что грех есть не грех, да, но при этом она не скажет, что ты грешник и вали отсюда, да, вот, или я только с праведниками, вот, то есть как бы священники, религии, прежде всего христианские, да, они должны уметь становиться над, в какой он смысле даже над, не то что над схваткой, над, даже когда он видит, что это грешник с праведником, он все равно должен уметь абстрагироваться и сказать, что вы дети Божьи все равно, да, даже если кто-то грешник, то есть ты все равно дитё Божье, да, как бы, то есть он не должен становиться, как сказать, политическим инструментом, вот, и в данном случае, как раз, вот, я считаю, что вот Древняя Русь, она была в каком-то смысле, в этом смысле эталоном, то есть она всегда говорила, что Евангелие есть Евангелие, всегда любой мордобой, это мордобой, любой мордобой, любая война, она осуждала, например, даже, так, такая вот практика у старовера, да, человек, приходящий из праведной войны, то есть праведная имеется в виду, когда там преподобный Серегль там отправлял кого-то там, из праведной войны он возвращался, его отлучали все равно на три года от причастия, то есть смысл, даже в праведная война все равно это грех, и человек, который в праведной войне был, он не мог потом стать, священником, то есть имеется в виду, даже он защищал родину, то есть с мечом, да, после этого он все равно не мог стать священником, то есть сознание было, что даже если ты, как сказать, идешь на оправданную войну, все равно это грех, то есть любое убийство, даже и осторожно, все равно это убийство, да, и вот эта вот, как бы, концепция аморальности любой войны, оно как раз давало в каком-то смысле, ну, возможность примирения людям, и абстрагирование священнослужителя, так сказать, вообще, то есть стоять над любой войной, да, то есть как бы давало гарантии того, что после того, как конфликты заканчивались, христиане оставались, то есть как бы, ну, в каком-то общении, не было вот этого, так сказать, мордобоя до уровня, когда, ну, к примеру, там, поляки с русскими уже, там, пять веков не общались, да, и считая, там, друг друга еретиками, вот, и все только по одной причине, потому что священники, они все равно, даже правильные войны считали неправильными, и в любой даже правильной войне, они не себя не ассоциировали, так сказать, стороной конфликта, в этом смысле многие сейчас критикуют, допустим, Папу Римского, на Западе, вот, и так смотрю, что там многие критикуют, а, вот он как бы становится на сторону, и вот, ну, на самом деле, я считаю, вот, и всех лидеров религиозных, вот, ну, то, что он не выслушает, да, то есть, ну, Папа Римский, вот, сейчас, на самом деле, как ни странно, как это не должен быть реставер, да, но Папа Римский, я считаю, что сейчас самый православный в вопросе войны, вот, если так посмотришь, то есть, вот, вот... Он сказал, что русским теперь грехи не будет отпускать, это правда? Это все фейки? Ну, да, наоборот, он, то есть, Папа Римский, то есть, он как раз, то есть, даже если он считает, что даже, что кто-то, он не становится на сторону конфликта, то есть, он все равно считает, что любая, как сказать, война – это грех, любая война должна остановиться, и нельзя сказать, что ты уйди, а мы там будем продолжать, а мы это... Вот. Посмотрев на других религиозных лидеров, наших, иностранцев, как сказать, украинцев, при всем уважении к украинцам, да, то есть, при всей понимании сложной ситуации, да, то есть, я как бы не увидел ни одного православного, вот, в плане именно отношения к войне, да, то есть, как бы слишком много эмоций, слишком большое желание ассоциироваться с той или иной. То есть, я даже не говорю про наших, про наших – это понятно, да, но даже там, то есть, как бы, слишком большого желания, как сказать, взять в сторону конфликта, а задача, вот, христианинам – подняться. То есть, христианин, он должен понимать динамику, что грех – он грех, да, то есть, бес, он, то есть, дьявол, он остается дьяволом, и он еще в мире, да, то есть, как бы, христианин, он понимает, что то, что сейчас происходит, это будет проходить и завтра, и через сто лет до конца мира, то есть, эта реальность будет оставаться, да, то есть, и христианин просто понимает эту динамику борьбы беса, там, с Богом, вот, и он просто должен, священник, об этом говорить, то есть, он должен, в каком-то смысле, абстрагироваться, так сказать, от личности, да, продвигать вот эти универсальные христианские нюансы, да, то есть, как бы, священники, они сейчас должны, в итоге, если они не будут становиться на какую-то сторону конфликта, осуждая грех, осуждая агрессию, да, то есть, есть возможность, что реально, как бы, христиане начнут этот мир исправлять, да, потому что люди начнут, как-то, все равно, даже несмотря на какие-то конфликты, там, ближе друг к другу быть, даже во времена каких-то драг, во времена каких-то споров, осознают, что все равно мы люди, все равно мы завтра должны помириться, и так далее, то есть, от священников очень много зависит, сейчас я, к сожалению, не вижу священников, сейчас я не вижу, сейчас я вижу политруков со всех сторон, политиканов со всех сторон, да, а вот священников нету. Есть священники, есть, на передовой, в какой передовой, у нас большая группа от других братской церкви поехала и служат простым беженцам на границе в три смены, моют, одевают. К сожалению, их не показывают, я же об этом говорю, не видят, не видят. Да, поэтому, если вы закончите... Да, я закончил, блин. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...